Всем привет, это Министер Литл, которая хайпует. Ага, угу. В последнее время на зарубежном ютубе стала очень, очень популярна тема чат GPT. Знаете, вот эти вот все чаты с AI, где ты пишешь, и тебе автоматически AI дает ответ. Так вот, на зарубежном ютубе просто полно таких стало видео. AI контролирует мой день, AI контролирует мой glow, то, что я ем и так далее. И я подумала, почему бы мне не сделать, знаете, такую вариацию видео только в моем стиле. И в сегодняшнем видео мы с вами будем делать идеальный макияж, по мнению AI. Да, я буду просить чат GPT, чтобы он мне помог сегодня накраситься, привести себя в порядок. Посмотрим с вами в конце видео, что получится. Классный, не классный лук. И да, очень надеюсь, что вам понравится такое видео, да. Честно, меня очень-очень сильно пугает вот эта вот вся тема с AI. Да, она очень сильно упрощает жизнь, но, блин, что будет в будущем? Ну что, нам выдали просто прекрасный лист того, что нужно сделать, чтобы получить идеальный макияж. Да, сказали, что из-за того, что меня не видят, не могут прям дать идеальный лук, который подходит мне. И слава богу, потому что если бы я меня еще и видела, это было бы пипец как страшно. Ну, в общем, давайте начинать. Подготовка кожи. Начните с очищения лица и увлажнения кожи, чтобы создать идеальную основу для макияжа. Для увлажнения я беру свой крем от Эфа Кляр. Это специальный крем для проблемной кожи. Соответственно, прям супер-супер сильного увлажнения он не дает, так как мне нельзя для моей жирной кожи полное увлажнение делать. Но подготавливает кожу и как бы делает такой, знаете, слой защиты макияжа и моего лица. Теп 2. Основа. Выберите подходящий тональный крем или фон, который соответствует вашему оттенку кожи. Равновенно нанесите его на лицо, чтобы скрыть недостатки и создать единственный вид. Ну ладно, нам предложили тональную основу, так что берем вот эту вот тональную основу от Maybelline. Не знаю, насколько это подходит мне по моей коже, но будем использовать ее, потому что у меня других тоналок нет. Боже мой, сколько у меня прыщей повылезало. Ммм, пипец, этот огромный прыщ у меня на лбу, это просто шикарно, да. Коррекция. Использую корректор для сокрытия темных кругов под глазами и других недостатков, а также румяна для подчеркивания скул и придания лицу свежести. Корректора у меня, к сожалению, нет, у меня только есть консилер. Не знаю, насколько хорошо он справляется с именно, знаете, коррекцией кожи и убранием недостатков, но у меня другого выбора нету, так что используем его. Напишите в комментариях, как коррекцию вообще делают, потому что я вообще не разбираюсь в этой теме, но знаю то, что это очень популярная тема в макияже. И те, кто умеет коррекцию делать, напишите в комментариях, как это вообще происходит. Чат GPT написала, что мы должны подчеркнуть наши скулы, так что наносить я буду немного по-новому. Обычно я просто их наношу себе на щечки и делаю такой, знаете, типа санкист лук. Но сегодня нам с вами нужно сделать это под наши скулы, которых нету. Не знаю, конечно, насколько это помогло подчеркнуть мои скулы, но, по-моему, я немного переборщила. Ладно, продолжаем. Глаза. Выберите палетку теней, которая подходит к вашему цвету глаз и одежды. Нанесите светлые оттенки на внутренний уголок глаза, а более темные оттенки на внешний уголок. Для палетки я буду использовать вот эту вот от Hudi Beauty. Я просто ее обожаю. Как нам с вами написали, у нас получается самый светлый тон идет внутрь глаза, а самый темный, это вот этот коричневый, вот сюда. Серьезно, они даже сильно не отличаются. Ммм, kind of cute, you know. Kind of sparkly, kind of cute, kind of like it. Глаза мне прям очень сильно нравятся, как получились. Они прям так выделяются и так эффектно смотрятся, прям... Ммм. Брови. Подчеркните форму бровей с помощью карандаша или теней для бровей, чтобы придать им определенную аккуратность. Честно, я ненавижу ничего делать со своими бровями, но AI сказал, чтобы мы их нарисовали, их прокрасили, так что именно это мы с вами будем сейчас делать. Мне кажется, это будет ужас. At least I tried, you know. I tried. Не получилось, but I tried. Выберите подходящую помаду и блеск для губ, который соответствует вашему образу. Нанесите ее аккуратно на губы. Даже не знаю, что нанести. Давайте возьмем вот этот вот помаду от For You Too. Я ее совсем недавно купила. For You Too это, кстати, тайский бренд, и у них очень классная косметика. И вот, вот такой вот красивый розовенький цвет. Наносим свое на лула. Я, честно, очень сильно лялю такие цвета, которые, типа, знаете, розовые, но у них есть небольшой оттенок оранжевого, красного. Он мне очень сильно подходит, но мне кажется, и смотрится очень красиво и эффектно. Не скажу то, что это был какой-то, знаете, прям необычный макияж, что-то новое. В принципе, база во всех макияжах одинаковая. Единственное то, что я сегодня не нарисовала стрелки, не добавила хайлайтер, хотя это одни из самых важных частей в моем макияже. Но вот какое предпочтение сделал AI, и мне, в принципе, тоже нравится. Особенно мне очень нравится, как получились глаза просто. Муау. Давайте спросим сейчас в чат GPT, что он, она думает по поводу моего лука. Надеюсь, она не ответит, типа, ты выглядишь шикарно, потому что это будет страшно. Привет! Тебе нравится мой лук? Ну, я уверена, что выглядишь отлично. Спасибо! Именно это мне нужно было знать. В общем, да, ребята, вот такое вот у нас с вами сегодня получилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Напишите, например, если вы хотите больше таких видео, типа, с чат GPT. Возможно, я сниму какое-нибудь большое, крупное видео на мой основной канал. Ну и да, ставьте лайки, подписывайтесь. Я вас целую. До скорой встречи, и всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok